Гречневые каши из полевой кухни посетители фестиваля здорового питания сегодня угощали не случайно. По мнению диетологов, именно с каши на завтрак стоит начинать свой день. А потому что она имеет особую, так сказать, прежде всего, калорийность свою и чисто экологическую. Если каша на завтрак, то на обед суп, 100 граммов отварного мяса и кисломолочные продукты в качестве перекусов. Это и есть полноценный рацион питания, который дает офисному работнику положенные ему 1200 килокалориев. Но многие казанцы придерживаются диеты, которая им не идет на пользу. Человек, когда приходит на работу, он замерз. Вот сейчас, да, что он в первую очередь делает? Включает чайник, выпивает чашку кофе или чай кто-то, кусочек сахара, кусочек печенюшки. У кого-то вчерашний тортик остался. И в итоге, я могу сказать, это 1200 килокалорий. Ты то, что ты ешь. Под таким девизом сегодня в РКБ прошел фестиваль здорового питания. По многому здоровье человека зависит и от того, насколько экологически чистые продукты питания он использует при приготовлении пищи, говорят врачи. Пациентов РКБ вот уже четвертый год кормят те же повара, что и казанских школьников. С 2018 года они будут обеспечивать горячим питанием по единому меню все крупные больницы Татарстана. Допустим, вот обед уже будет состоять из салата. То есть это будут свежие овощи, которые очень полезны для организма. И более, как бы, второе блюдо, в смысле, и также более интересное. То есть меню станет разнообразнее. Сегодня на фестивале здорового питания можно было и проверить самостоятельно артериальное давление. Как говорят медики, за артериальным давлением нужно начинать следить чуть ли не со студенческой скамьи. Потому как по статистике инфаркты и инсульты помолодели. Ну а сегодня у всех, кого было повышенное давление, раздавали вот такие вот дневники самоконтроля, куда нужно вносить каждый день показания прибора. Острый соленый жирный пища – главный враг человека, настаивают врачи. Такая неправильная еда увеличивает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, которая чаще всего становится причиной смерти человека. Не менее важно следить за уровнем сахара и гемоглобина в крови. Экспресс-анализы сегодня мог сдать каждый посетитель фестиваля, а потом при необходимости получить консультацию врачей-диетологов. Елена Горбунчикова, Сергей Ткаленко, Телеканал Эфир.